Привет, это Сергей Ижов. И Руслан Шевединов. Уже полгода Путин ведет чудовищную войну на территории Украины. Десятки тысяч погибших людей, миллионы искалеченных судеб. И всем очевидно, война не нужна ни одному нормальному человеку. Но есть те, кому она выгодна. О них сегодня и поговорим. Мы уже рассказывали о роскошной жизни семьи министра обороны Сергея Шойгу. О его семье, ставшей сказочно богатой благодаря фамилии Шойгу. О его любовнице, ставшей миллиардершей. Мы рассказывали, как дочь замглавы Минобороны Алексея Криворучко получила паспорт США. А сам он обогатился на военных заказах. Видео-то и есть на нашем канале. Но вы же не думали, что коррупционеры в главном военном ведомстве страны закончились? Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего не уворовали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Сегодня поговорим про еще одного заместителя Шойгу. Про самого главного, про самого близкого. Зовут его Руслан Цаликов. Наш сегодняшний гость, первый заместитель министра обороны Российской Федерации, Цаликов. Руслан Хаджисмилович, здравствуйте. Добрый день. Цаликов доверенный человек Шойгу и его личный друг. С ним он работает бок о бок почти 30 лет, еще со времен МЧС. Цаликов настоящий талант. Осетинский самородок. Ему все равно где работать. Был в МЧС замом у министра Шойгу. Был в правительстве Московской области при губернаторе Шойгу. И вот теперь он в Министерстве обороны. Также под руководством Шойгу. Какую бы должность Цаликов ни занял, со своей работой он справляется отлично. Ведь главная его рабочая задача, как покажет наше расследование, это разворовывать госбюджет. Эти проблемы надо иметь желание и иметь компетенции решать. В армии до прихода в Минобороны Цаликов не служил. Но это не мешает ему носить генеральские погоны. В официальной военной печати это обосновывается так. Носит классный чин, действительного государственного советника Российской Федерации первого класса, что соответствует воинскому званию генерала армии. В Минобороне Цаликов главный по пропаганде. Он курирует такие проекты типа Юна Армии и Парка Патриот. Но не только. Самая главная его работа – Цаликов в ответе за личный пиар Шойгу. Именно Цаликов договаривается со СМИ о том, чтобы журналисты не писали ничего плохого про Сергея Кужегеточа. Именно благодаря Цаликову Шойгу выставляют героем на фоне тотальной разрухи и воровства в министерстве. Цаликов курирует департамент информации Минобороны. Говорящая голова Минобороны Игорь Коношенко, в которой вы видите каждый день на брифах по Украине, это подчиненный Цаликова. Помимо прочего, в подчинении у Цаликова находится департамент финансового контроля. Как минимум у самого Цаликова с финансами все в порядке. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Хотя, если посмотреть на официальную декларацию за прошлые годы, так сразу и не скажешь. Зарабатывают в среднем 10 миллионов рублей в год, а супруга почти не имеет собственных доходов. Но Цаликову повезло. У него есть четверо взрослых детей. А это значит, что на них можно записать абсолютно любое имущество. Любой бизнес. Охренеть можно. Никак отчитываться за совершеннолетних сыновей и дочерей не требуется. Удобно? Безусловно. Этим дружочек Шойгу и воспользовался. У псевдогенерала две дочери. 27-летняя Юля и 25-летняя Лиза. Юлия пошла по отцовским стопам. Устроилась на работу в МЧС. А вот Елизавета после учебы в МГУ вышла замуж. И в прошлом году сменила фамилию, став Гагичаевой. Два года назад сестры учредили фирму Тектум. Из открытых данных понять, чем занимается и чем владеет компания, невозможно. Но мы выяснили, что дочери Цаликова просто использовали юрлицо для записи на него дорогостоящего имущества. Мы установили все объекты, принадлежащие Тектуму. На каждой из этих объектов у нас есть официальная выписка из Росреестра. Итак, через свою компанию Лиза и Юля Цаликова купили помещение 264 квадратных метра в московском бизнес-центре Кроссволл в Хамовнике за 132 миллиона рублей. И несколько офисных помещений по адресу Последний переулок, дом 24, общей стоимостью 85 миллионов рублей. Еще больше повезло сыновьям Цаликова, Даниэлю и Зауру. Они владеют недвижимостью по той же схеме, что и сестры. На свою компанию Доминус Зет братья купили два земельных участка в деревне Красная в Домодедово. Один, правда, они уже успели продать. Каждый участок почти тысячу соток и стоит по 260 миллионов рублей. Еще Цаликовы оформили на Доминус Зет сразу пять помещений, общей площадью больше тысячи квадратов. Бизнес-центре Шуга Фэктори на земляном валу. Они стоят почти 400 миллионов. Скупали недвижимость совсем недавно, прямо во время войны. Итого, всего имущества у детей замглавы Минобороны мы обнаружили на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Если не уделять внимания своим собственным детям, то для чего мы их, извините за выражение, рожали? У них самих таких денег быть не могло. Сыновья Цаликова пристроены хоть, конечно, и на теплые местечки, но не на баснословные зарплаты. Даниэль устроился на работу в госкорпорации Ростех, на дружку Путина Чемизову, на зарплату в 5 миллионов в год. Заур в компанию по производству счетчиков ЖКХ на 2 миллиона в год. Легальных доходов у детей Цаликова на приобретение настолько дорогого имущества попросту нет. Эти деньги ряжный генерал украл. Украл под разговоры о патриотизме, о врагах на Западе и плохих украинцах, которых нужно уничтожать. И ведь это еще не все. Наша команда и журналисты ранее находили у Русана Цаликова роскошные имения на Рублевке, стоимость которых превышает 3,5 миллиарда рублей. Складываем, и получается, что всего семья первого замминистра обороны владеет имуществом на сумму почти 5 миллиардов рублей. Армия – это элита общества. Элита не в том понимании, что мы лучше всех живем или еще что-то, а элита в плане поведения, в плане культуры. Из-за обезумевшей от жажды власти и денег элиты Россия начала войну. Они же мечтали, как будут раздербанивать соседнюю страну. Но во многом благодаря коррупции Россия эту войну и проигрывает. Отчаяние настолько велико, что даже заключенных начали отправлять оккупировать Украину. Ведь российские солдаты уже отказываются воевать. Они больше не хотят убивать и умирать за Путина. Но многих все равно заставляют. Одним угрожают, других подкупают. Цаликов и его шеф Шойгу плевать хотели на человеческие жизни. Для них люди – это пушечное мясо. Они же любят власть и деньги. Пока чужих детей не отправляют на убой, их собственные дети становятся миллионерами. Семи российской элиты богатеют на костях военных, которых никогда уже не вернуть домой. На смерти украинских мирных жителей, умирающих под бомбежками, они делают себе состояние. Больше невозможно это терпеть. Давайте все громче и громче говорить о том, что мы против этой войны. И будьте уверены, такие военные преступники, как Цаликов и Шойгу, будут наказаны. Перед трибуналом предстанет каждый визгливый депутат, одобряющий действия российской армии. Каждый паршивый судья, который сегодня судит сторонников мира, сам будет наказан. Поддержите нашу работу и помогите распространить это видео. Нет войне. Свободу Алексею Навальному. Субтитры создавал DimaTorzok